Канал Раевский сад и я Татьяна Проваторова. Друзья, вот эти гортензии в эту линию это первый год посадки. Обратите внимание, это ванила фрайс. Конечно, сейчас уже октябрь и ванилка так выглядеть не может. Но поскольку это первый год посадки, она начинает развиваться немножко медленнее того, как мы хотели бы. Но, тем не менее, каждый побег, каждый цветонос дал свой бутон. Вот он какой в начальной стадии. Видите, ванилка какая? Ванила фрайс, белоснежная. Потом она переходит в такой вот цвет шампань, а снизу начинает розоветь. Вот он какой, видите, бутон нежно-розовый. Снизу еще вот такой вот мятного оттеночка, а здесь розовый. И, конечно, вот октябрь месяц, то, что у нас находится вот здесь, вот она интенсивно, марганцовочно, вишневый оттенок приобрела. Это кусты, которым с момента посадки три года. И плюс мы сажали двух-трех леточек. Значит, этим кустам не меньше пяти-шести лет. Но с момента посадки вот три года они у нас растут. Эти гортензии у нас молоденькие, сажали мы весной. Но я думаю, на следующий год они будут цвести еще краше и интенсивнее. Вот эта гортензия называется Diamond Rouge. Красный бриллиант. Тоже первый год посадки. Невероятный интенсивный оттенок. Кто-то нам на канал написал, а как же Самарская лидия. Друзья мои, да, там тоже такой же винный вишневый оттенок. То есть это целая линейка вишневых метельчатых гортензий. Из них Самарская лидия, однозначно. Это питомник французский. Создали этот сорт исключительно для того садового центра, который находится в Самаре. И назвали Самарской лидией. И этот сорт у нас Diamond Rouge. Красный бриллиант. Есть еще сорт тоже вишневых оттенков. Вимс Ред. То есть есть целая линейка вишневых оттенков. Это вы уже для себя подбираете, какие вам нравятся. Или создаете целую коллекцию. Начиная от белоснежных и заканчивая темно-вишневыми. Это уже на любителя. В садах великолепно у нас растут зимуют. В черенковании очень много момент обращаются, как начеренковать. Друзья, ну конечно можно начеренковать осенью. Ну а что вам не дает начеренковать гортензию метельчатую по весне? Ну вот сейчас вы обрежете цветоносы. Метельчатую гортензию мы жестко застригаем. Для того, чтобы это были крупные цветоносы. И цветоносы были непоникающие. Если вам нравится барышня в кринолинах, такое место тоже имеет быть. Тогда обрезаем только цветочки. И тогда на следующий год плюс метр или полтора, вот у вас поникающий куст. Мы, конечно, жестко это застригаем. И сюжеты у нас на канале есть. Можете посмотреть. По поводу черенкования можете сейчас начеренковать. Но тогда возни будет очень много. Сделайте это черенкование по весне. Потому что в любом случае после осенней обрезки мы проводим еще санитарную обрезку и по весне. И когда вот эти почечки вы видите интенсивный хороший побег. Ну нарезали вы там пять побегов. И укорените. По весне начнется сокодвижение. И развитие корневой системы намного интенсивнее. Поэтому перенесите черенкование на весну. Никуда ваши новые череночки не денутся. И укоренятся намного быстрее. Чем это вы сделаете сейчас осенью, когда побеги уже сокодвижения у гортензии и у всего сада остановились. Спит.